В нашей сегодняшней программе займемся декорированием. Поработаем в технике объемного декупажа и украсим три зеркала. Первое выложено морскими мотивами. Второе изысканно посыпано пряностями. А третье очаровывает солнышком подсолнухом. Эти милые вещицы очень просты в исполнении и очень украсит ваш интерьер. Здравствуйте! Как всегда, я рада вас приветствовать в нашей студии. Меня зовут Наташа Фохтина, и сегодня мы с вами займемся декорированием зеркал. Помните, как в известной сказке красавица спрашивала у зеркала, я ли на свете всех милее, всех прекраснее и белее? Ответ, думаю, тоже все помнят. Но зачем, скажу я, вам нужно зеркало с DVD-плеером? Вы и так знаете, что очаровательны. Поэтому предлагаю заняться изготовлением просто красивых и изысканных предметов интерьера. А если вы их сделаете своими умелыми ручками, то похвалы последуют обязательно. И совсем не от говорящего зеркала, а от ваших родных и близких. Сегодня у нас основная техника декупаж. Но я решила немного ее модернизировать и показать, как делается декупаж объемный. Еще сделанный таким образом декор называют 3D-декупаж, но для него используют специальную моделирующую массу 3D. Мы же обойдемся более простыми материалами, которые есть практически в каждом доме. Но у вас же может после ремонта остаться немного шпаклевки и силиконового герметика. Осталось, но совсем немного. Именно этого количества нам и хватит для работы. Для того, чтобы у нас получилось симпатичное морское зеркало, надо подготовить следующие материалы. Ну, собственно говоря, саму заготовку зеркала. Краски акриловые, коричневого, синего и белого цветов. Кисти, ножницы, декупажную карту с нарисованными на ней рыбками. Салфетку бумажную трехслойную с морскими мотивами. Клей для декупажа. Клей ПВА. Пастель масляную. Два листа целлофана. Валик или скалку. Емкость с водой и жидкое мыло. Массу для лепки. Силиконовый герметик. Фен. Одношаговый лак каракле. Контур черный и резак. Белые бумажные салфетки. Немного морских ракушек. Кусок декоративной сетки. Клеевой пистолет. И лак акриловый для окончательного покрытия изделия. Начнем с объемного декупажа и сделаем наших рыбок. Мы их вырезаем из декупажной карты. Теперь нам нужно взять массу для лепки, отрезать кусочек и хорошенько размять его в руке. Затем кладем на стол целлофан. На него кладем массу. И сверху накрываем вторым целлофановым листом. И начинаем раскатывать. Делаем это прижимным валиком или скалкой. Слой массы должен получиться толщиной где-то полсантиметра. И размером чуть больше наших фрагментов. После раскатки снимаем верхний лист целлофана. И прикладываем нашу бумажную рыбку к массе. Обрезаем ее по контуру фрагмента резаком. И убираем излишки. Бумажную рыбку кладем в воду. А в это время берем наше зеркало и смазываем клеем ПВА те места, которые предполагается декорировать. Снимайте с пленки нашу форму и аккуратно прикладывайте к раме. Сверху на массу тоже наносим ПВА. И приклеиваем на нее нашу рыбку. Предварительно вынув ее из воды и подсушив на бумажной салфетке. Вручную мы разглаживаем края декора и переходим к изготовлению объемной морской звезды. Собственно говоря, процесс изготовления пласта из моделирующей массы для морской звезды точно такой же, как у рыб. А далее технологии меняются. После того, как пласт раскатан, мы из трехслойной бумажной салфетки вырезаем рисунок с большой морской звездой. Кладем ее на массу и по контуру вырезаем. И приклеиваем формочку на зеркало клеем ПВА. Опять берем нашу звезду, отделяем от рисунка два ненужных салфеточных слоя и клеим для декупажа плоской синтетической кистью, приклеиваем ее к массе. Выравниваем края фрагмента и пока с объемом заканчиваем. Покрываем наше зеркало коричневой акриловой краской, хорошенько прорисовывая контур наших декоративных фрагментов. Контур морской звезды обводим синим акрилом и сушим этот красочный слой. Затем наносим на раму одношаговый лак кракле. Сушим феном и наносим плоской синтетической кистью мазок к мазку акрил белого цвета. Опять все просушиваем феном. В общем-то основную часть работы мы сделали. Возьмем бумажные трехслойные салфетки и вырежем из них маленькие морские мотивчики. Отделяем верхний слой с рисунком и наклеиваем их по вкусу на раму нашего зеркала, заполняя пространство между объемными деталями. Подсушиваем и берем масляную пастель и втираем ее, чтобы проработать фон между приклеенными фрагментами. Еще в качестве декора предлагаю использовать морские ракушки, которые мы крепим на раму при помощи клеевого пистолета. Ракушки размечаем между картинками. Вообще-то можно уже остановиться и на этом этапе работы, поскольку зеркало уже интересно смотрится. Но я предлагаю еще немного украсить. Например, мы рыбок сделаем более объемными. Вот с таким вот влажным эффектом. Итак, мы берем силиконовый герметик и при помощи пистолета выдавливаем немного на наши объемные детали. Здесь нам пригодится емкость с мыльным раствором. Обмакнув туда пальцы, мы разглаживаем силикон, чтобы получить ровную и гладкую поверхность. Как видите, детали должны получиться еще объемнее. Мы рисуем рыбкам глазки черным контуром и сушим декор сутки. И завершаем нашу работу тем, что мы клеевым пистолетом в нескольких местах рамы приклеиваем кусочки декоративной сетки. И покрываем все зеркало финишным акриловым лаком. Вот такая вот вещица у нас с вами должна получиться. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 поверхности плоской синтетической кистью приклеивать нужно в направлении по полосам чтобы салфетка не натягивалась а ровно покрывала всю поверхность наше изделие необходимо хорошенько подсушить а затем возьмем акрил бронзового цвета и тонкой натуральной кистью прорисуем наши бороздки и вот такая вот красотища у нас с вами должна получиться нам с вами осталось только сделать несколько завершающих операций мы охрой закрашиваем древесину не покрытую салфеткой обратите внимание на то что внутри рамы обязательно нужно покрасить внутренний кант пренебрегать этим не стоит поскольку после того как вы вставите в раму зеркало неокрашенная поверхность станет видно а нам этого совершенно не нужно вот и все мы покрываем изделие акриловым лаком сушим и украшаем им стену а и а и а и а и 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 фактуры на декорируемой поверхности. Просто делаете полосы клеем и после их высыхания приклеиваете салфеточный мотив. И у нас с вами получается очень интересная тарелочка. Настало время нам с вами сделать вот такое нарядное зеркало с подсолнухом. Подготовим для работы. Зеркало, заготовку, салфетки бумажные трехслойные с понравившимися рисунками, ножницы, специальный клей для докупажа, краски акриловые синего и белого цветов, лак крокле, кисти плоскую синтетическую и тонкую натуральную, емкость с водой, малярный скотч, фен, клей ПВА, два листа целлофана, массу для лепки, валик прижимной или скалку, резак и финишный акриловый лак. Начнем работу с изготовления нашего объемного цветка. Возьмем два листа целлофана, раскатаем между ними пласт моделирующей массы. Затем вырезаем из салфетки большой подсолнух и прикладываем его к пласту. Вырезаем по контуру цветочный мотив и приклеиваем массу клеем ПВА на наше зеркало в угол. Отделяем верхний салфеточный слой от двух ненужных и приклеиваем цветок на массу специальным клеем для докупажа. Теперь нам нужно хорошенько покрыть раму синим акрилом. Чтобы поверхность была более ровной, лучше эту операцию проделать два раза с промежуточной сушкой. Не забудьте тонкой кистью подкрасить края нашего подсолнуха, чтобы массу не было видно. Подсушиваем хорошенько красочный слой и продолжаем работу. Возьмем с вами малярный скотч и разделим им нашу раму пополам наискосок. Половину без подсолнуха мы покрываем одношаговым лаком крокле и феном хорошенько ее просушиваем. Затем плоской синтетической кистью мазок к мазку мы наносим акрил белого цвета. Хорошенько просушиваем и этот слой, на котором должны появиться замечательные синие трещинки. Мы снимаем малярный скотч и нам осталось только украсить вырезанными салфетки маленькими подсолнухами белую половину рамы. Это мы как всегда делаем клеем для декупажа, предварительно вырезав мотив и отделив у них верхний слой с рисунком от двух ненужных. Продолжение следует... 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 Выглядит это примерно так. По-моему, очень нарядно получается. Самое главное, не забудьте, что в интерьере должна быть еще какая-то вещица с таким же фрагментом. Ну, например, такая, как наше зеркало. Ну вот, пожалуй, это все, что я вам хотела сегодня показать и рассказать. Мы попробовали, что такое объемный докупаж. И сделали три совершенно замечательных зеркала. Первое изделие у нас декорировано морскими мотивами. Второе – пряностями. И третье – замечательными подсолнухами. Мне кажется, что вы обязательно должны поработать в этой технике, поскольку уверена, что вам это понравится. Вы создадите массу интереснейших оригинальных вещиц, которыми украсите свой дом и порадуете своих родных и близких. А мне осталось только попрощаться с вами и пожелать творческих успехов и новых идей. С вами была Наташа Фохтина. Всего доброго и до свидания.